сейчас я по-новому а значит пока съемка идет первая попытка не удалось и так красный хутор двадцать какое марта впереди привычный сезон так рядом со мной показывай только ноги скромный человек он же северянин он же мой земляк по северу он же мой новый земляк по красному хутору так и он тоже хочется от садоводов он принес купил нож стрелок в интернете покупал да так сядь там а то есть я случайно покажу раз не хочешь и так я должен сейчас проверить у меня часто пленка обрывается поэтому так итак я беру наш вот он вот ну откровенно говоря я притворяюсь в мне такой нож уже дарили и сейчас я буду разочаровать сядь вот тут вот надо все это слышит вы видите остатки веток это остатки веток которые я использовал для того чтобы нарезать черенки и для того чтобы вы могли тоже вырастить такие же сады вот эти ветки уже пойдут костер цены им нет но наука об этом не знает и боюсь другое направление и так я беру ветку вот она сердце выбрасываю я всегда выбрасываю верхушки это часть моей школы обучения вот этого всегда выбрасывается нижняя часть от метровой ветки идет на прививку значит итак я пробую я вот так как я взял нож в руке я сразу видел что за . с этой стороны и за . с этой стороны называется он как я боюсь что так называется нож садовый прививочный ладно так и где название не самрайли нет ну короче смотрите сами чтобы вам не нарваться на такие ножи итак нож заточен на две стороны смотри сюда смотри я ничего не выдумываю этот нож годится очень годится только для смотри сейчас сам попробуешь или ты не хочешь светиться вот вот это вот я сделал 6 движений вот и 78 а я же это она не что-то не видите а он не хочет слушай подержи вот эту штуку но я сам наблюдаю потому что он в любой минуты остановится запись я уже так терял целый фильм и говоришь говоришь потом пустоту и так нож заточен на две стороны вот это чистый обман с 8 раз я сделал более-менее приемлемую вот приемлемую эту смотри куда глядеть надо если вот тут вот вот это вот видят идут эти секунды если они прекратится уже так по целый фильм материал с 8 раз 1 до с одного раза повторяю не получилось не получилось воды треть это я то с который 40 тысяч привод заслужил 4 в этот раз четырех раз получилось но горбовато и так что мы имеем мы имеем нож заточены на две стороны дегустация прошла и как ты сказал аттестации нет еще одно слово тестирование прошло нож обманка здесь черным по белому написано а я его знаю мне такой подарили я просто притворился в цепь 1 держу в руках вот здесь черным по белому написано нож садовый привычный на самом деле правда была бы если в окулировочный окулировочный ножу достаточно вот это толстая ветка чтобы вы понимали разницу вот она толстая ветка окулировочный нож служит только для окулировки для этого там достаточно смотрите им иметь острый кончик он вот так разрезает а а вот это вот пяточка именно для окулировок смотрите она раздвигает кору видите в данном случае не раздвигает потому что еще сколько движения нет плотно держится но принцип сам поняли раздвинулись сюда раздвинулись сюда и вставляется сюда это самый небольшой черенок его надо было назвать окулировочный и всегда вот это подлость неимоверная всегда надо писать заточен на две стороны но тогда его никто не купит значит одну секунду не отключаемся идет запись отключился телефон ну слава богу банки нас любят все так хотят нам деньги дать с утра до ночи сейчас еще что-то скажу да я проверю идет запись или нет два фильма загубил идет но в любой минуты остановится и так значит этот нож обманка сделан солидно но клевать им нельзя остается вариант допустим вряд ли у тебя тут это есть такой хороший токарь его надо найти ему хорошо заплатить который возьмет перетащит на одну сторону вот такой случай бывает и последний где этот нож увидел впервые москве провожу вебинар сидит 100 с лишним человек потом я поговорю поднимите руки кто хочет научиться привать руки подняли четверо всех 25 так тогда им сказал завтра последний шестой день семинара закончится от уйденные три часа остаются самые-самые отчаянные но пожалуйста принесите привычные ножи все от них зависеть будет 20 человек принести привычные ножи 19 были заточены на две стороны обыкновенно перочинные ножи вот не годятся дальше значит 20 только был настоящий вот с тех пор я вот эти ножи терпеть ненавижу я про них рассказывал добрый десяток раз каждую весну привычная компания рассказывали вдруг владимир михайлович говорит константинович протестируй мне нож я протестировал пока не переточишь им привать нельзя никто не скажет что я говорю листья никто не скажет что я не прав я не умею это делать посмотри он даже не разрезал видишь смотри опа он даже не разрезал он скользит 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 это это я же не думал что такой разговор будет я бы свой наш немецкий зеренген бы так сколько он стоил четыреста сколько в тысячи рублей что ты еще это так даже которая от я продаю от имени сарабатка ну как бы посредник да и когда я сказал что он стоит три с половиной ты сказал дорого это тоже ты еще отдал ты будешь хлеб резать хлеб и режь не пропадать же добру она столько не еще что у них есть одна хитрость наши отечественные ножи я уже выиграл до конца у меня еще один где-то валяется два утерял они когда хорошо наточишь они на одну сторону они хорошие ножи на одну сторону заточены и можно резать только быстро тупятся но им пока не наточишь наши ножи я всегда удивлял наша промышленность и много выпускали миллионами но они выпускали тупыми надо было обязательно на это а кто-то и женщины особенно берутся сразу посмотри посмотри я же я же не придумал это это не я это а понял он разрезать не может так вот значит эти ножи какие были у них была мягкая сталь и наши специалисты и любой человек может просто на это ой жалко мне далеко этот самый короче смотрите есть существует специально что его так ничего делать про мишились показывает еще это почему подделка посмотри я бы своим ножом уже бы распилил бы себе палец пополам уже бы вот видишь смотри а этот нож даже тупой то есть никто не заботился об этом допустим ты его наточишь но он двусторонний приходится точить двух сторон одной стороной будешь точить до вечера а он сейчас я тебе покажу у детства у них хорошие качества они очень твердые и вот смотри допустим я хочу перетащить на одну сторону точить надо вот эту сторону запоминайте друзья вот эту посмотрите нету этих царапин видели настолько он твердый только супер только токарь может его переточить вот этот момент теперь значит где а то я не вам говорю значит получилось так володя ты это промахнулся этот нож будешь хлебом резать вот или просто на память оставишь придется доставать настоящий нож хорошие ножи начинается от пяти до десяти тысяч наш самоделки этот самый делать за три с половиной тысячи но мне не хватило ума взять его сюда показать это а впереди съемка еще будет потому что мне нужно сесть за стол и учить людей привать есть на дисках прививки это кому надо уже готово оставил диск смотришь есть электронный вариант включил компьютер ссылку мы включил смотришь как надо это делать на основу основу доставайте нож заточены на одну сторону все благодарю за внимание володя благодаря тебе сотни если не тысячи людей мы предупредим потому что это самая настоящая подлость двусторонняя заточка и назвать нож садовый прививочный самая настоящая подлость у меня то есть такой дома лежит и фотографии есть потом специально покажу сказать дай мне на время не надо такой же лежит у меня тумбочкой все благодарю за внимание друзья вот вот это остатки моих вот точно еще съемка еще идет а то тут запорол два фильма 20 минут и лили 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 а потом смотрю ничего нет так вот это самое ценное на планете на садовой планете вещь посмотрите какие черенки я ой мне рука левой трясется посмотрите какие я черенки взял правую руку оставляю на костер это верхушки и подлейшая вещь так как я всего 11 минут говорил вот это подлейшая вещь когда берут вот такой черенок два варианта вот друг последним и это как говорится выход на 100 последний гастроль вот такой черенок не длиннее а это у меня верхушка отрезанная на выброс берут такой черенок вот и в одном фильме берите мол середины подлейшая вещь это уже настолько подлое что а человеку надо продать черенки а он сам то толком не не умеет видимо никогда не сравнивал допустим черенок взяты снизу два метра вырастает уже лизова два с половиной взятый черенок середины ветки метр полтора верхушка полметра и мелкие плоды то есть или вообще верхушка не приживается имейте это ввиду это я вот это выбрасываю а кто-то вам вот это продает итак верхняя часть веток не годятся для полноценных саженцев прижиться может расти может быстро завязать плоды может вот это единственное качество что вот эти верхушки дает быстро плоды только вы их никогда не наедитесь все друзья выговорился вот спасибо володя за это за то что в общем ты выручил сотни тысяч людей вот показать тебя нет вот наши скромные северяне самый скромный народ благодарю за внимание разговаривался что ты ас дичи